Еду мимо Ковалевской, 63, у них получается мусор тоже стоит, не забрали, это получается 69, вот тоже пакеты висят у них, значит, вчера у них тоже не забрали. Вот уже за 5 недель 4 мешка, вчера была пятая неделя, вчера должны были забрать, не забрали. Я замоталась его туда-сюда таскать, вынесу, опять занесу, вынесу, опять занесу. Будет машина стоять где-то на одном конце улицы, и чтобы мы, жильцы, таскали к этой машине, но мы тоже так же не согласны. На прошлой неделе на одном из совещаний в администрации железнодорожного района Улан-Удэ региональный оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами «Эко-Альянс» предложил изменить порядок сбора мусора в частном секторе. По словам директора «Эко-Альянса» Дмитрия Дружинина, компания вынуждена отказаться от подворового сбора мусора. Без этого к работе не может приступить новый подрядчик – иркутская компания «РТНЕО». Законодательство позволяет нам не использовать подворовой сбор, и мы его не используем, поскольку это очень затратный метод. Вместо этого мы устанавливаем график. В определенные точки в определенное время приходит машина, ждет 5-10 минут, за это время жители выносят пакеты с мусором. По словам Дружинина, новая схема позволит сократить время объезда и сэкономить на количестве техники. А пока владельцам домов предложили использовать так называемые общие контейнеры. Но эта идея не устроила жителей частного сектора. Ни один не согласится, чтобы возле каждого двора, даже возле моего двора, и возле этого двора, площадку сделать. У нас было так несколько лет тому назад, вот там на углу, вот сейчас построили там дом, там стояла мусор. Да там что было? Там собаки и лазили, потом возле этой мусорки вот такая, ну целая гора. Это была свалка. К работе подрядчик «РТНЕО» должен был приступить еще в конце прошлой недели. По факту, подворовый сбор уже не осуществляется. Однако пресс-служба ЭКО «Альянса» утверждает обратное. Нет, нет, еще не поменялось, я только хотят поменять. А когда планируют поменять? Я сейчас спрошу, согласую, ладно, и перезвоню вам. Но ответа мы так и не получили. Ежедневно только по железнодорожному району поступают десятки жалоб на несвоевременный вывоз мусора. Как скоро решится эта проблема, покажет время. Екатерина Быкова, Артур Звержевич, телекомпания АТВ.